Венесуэльский шоколад становится в мире всё более востребованным. Его можно найти в специализированных магазинах латиноамериканской продукции от Лондона до Майами. Какао-деревья в стране выращивают столетиями. «А какао такой формы впервые упоминается в 1635 году. Это первые доказательства того, что в Каруао выращивали какао. И если учитывать такой продолжительный период, генетику какао, качество зёрен, разнообразие, урожайность и обработку, то я бы сказал, что мы находимся у лучших какао-деревьев в мире». В Венесуэле, где экономика всё больше погружается в кризис, производство шоколада становится для многих спасением. Часть товара небольшими партиями можно продавать за границей. Например, в Париже или Токио стоимость одной плитки может достигать 10 долларов. «Мы считаем, что наша настоящая венесуэльская нефть – это какао. Мы не сильны в объёмах производства, но качество высочайшего уровня, поскольку какао очень ароматное, мягкое, с привкусом орехов, макадамии». На местном рынке этот шоколад расходится по 50 центов за плитку. При этом большинство венесуэльцев не могут себе позволить даже такой роскоши. Средняя зарплата здесь, если пересчитывать по курсу на чёрном рынке, составляет всего 7 долларов, а «Боливар» считают валютой, которая обесценивается быстрее всего в мире. Так что предприниматели ищут любые пути, чтобы продавать свой товар в других странах. Так, за один килограмм шоколада во Франции можно получить до 80 евро. В Венесуэле это равно сумме из минимальных зарплат за пять лет. «У этого шоколада особый венесуэльский вкус. И дело даже не во вкусе, а в запахе. Шоколад из других мест не пахнет, он не источает аромата». Главная преграда на пути экспорта – бюрократия. На получение всех разрешительных документов на таможне и в санэпидемстанциях уходят месяцы. При этом в конце XVIII века Венесуэла, ещё будучи испанской колонией, была ведущим мировым производителем какао. В XX столетии на первый план вышло производство нефти.